Архитектурная концепция Национального музея сохранения природы на Камчатке стала победителем 5-й международной архитектурной премии «Золотой трезине» в номинации «Лучший архитектурный проект музея». В финале мы соревновались с представителями Бразилии и Польши. Поэтому признание проекта и столь высокая оценка членами международного жюри – это действительно знаковое событие как для нас, компаний-проектировщиков, так и для жителей всего Камчатского региона. Проект Национального музея сохранения природы на Камчатке – это современное музейное пространство. Мы уверены, он станет местом протяжения горожан и гостей региона. Кроме того, в концепции отражены сценарии развития территории, прилегающей к музею. Мы по максимуму задействовали все пешеходные маршруты, отдельно уделили внимание объектам инфраструктуры, созданным именно для развития детей, проживающих в Камчатском крае. В состав проекта входят площади, предназначенные для размещения экспозиций музеев Петропавловска, пространство для каворкингов и проведения общественных мероприятий. В стенах выставочного пространства соберут воедино отделы сообществ, ведущих работы по изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия региона. Для особо охраняемых природных территорий выделены выставочные пространства и научные лаборатории, помещения для обучения волонтеров, инспекторов и защитников природы. В стенах музея мы расположили единственный известный во всем мире научный музей вулканологии. Добавим международную архитектурную премию, «Золотой трезине» ежегодно присуждают авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Всего в этом году на участие в премии подали более тысячи заявок из 74 стран мира. В списке победителей проекты из Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Китая, Кубы, Мексики, России и Таиланда.